Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Вновь мы на нашем лётном поле и в очередной раз испытываем самолёт ПИЦ, наш пилотажник Биплан. Летал он у нас всего один раз зимой с мотором 2212-1400 оборотов на вольт, но нам показалось, что тяги у него маловато. При этом самолёт не скоростной, то есть высокооборотистый мотор ему вроде как и не требуется. Поэтому решили двигатель заменить на мотор в той же размерности, тоже 2212, но мотор более качественный и оборот у него 1000 оборотов на вольт, плюс поставили винт 10 на 6. С таким винтом уже большая часть потока проходит мимо капота модели, то есть не тормозится. И тяговооруженность, по крайней мере, по испытаниям в комнате, по ощущениям, несколько возросла. Сейчас проверим, хватит этой тяговооруженности этого мотора для нормального полёта ПИЦ и если всё-таки моторы 2212 для этой модели окажутся слабоваты, тогда будем уже заменять мотор на более крупный. Набираем вес, снижаем полётное время, но зато выигрываем в тяговооруженности. Но сегодня у нас испытание с мотором 1000 оборотов на вольт и винтом 10 на 6. Проверяем управление. Всё нормально. С зимой он у нас никуда не ушёл. Чуть-чуть руль направления только надо подправить. И всё, можно стартовать. Погода сегодня у нас не самая спокойная, ветерок довольно ощутимый. Ну вот, посмотрим, справится ли он ещё с ветром. Да. Взлетели. Требуется тренирование, чувствуется. Руль высоты был слишком поднят. Вот сейчас более-менее полетел. Я всё ещё лезя вверх. Ещё чуть-чуть прижму. По крену тренировать тоже немножечко надо влево. Всё, полетел ровно. Ну что ж, сейчас снижусь. Сделаем несколько проходов поближе. А потом, наконец-то, испытаем его на пилотажные возможности. Ну, сразу могу сказать, что этот мотор тянет. Вот сейчас лечу на 60% газа против ветра. Не быстро, конечно, но самолёт справляется. По ветру уходит моментально. А против ветра вот... Местами можно, конечно, его попытаться даже завесить. То есть по скорости полёта он примерно на уровне трениров. Ну что ж, летит. И летит уверенно. Прибавляю газку. И посмотрим, на что он способен. Бочки. Ох, пропеллером крутится. Петли тоже уверенно. Ну, это, в общем-то, и предполагалось. Развороты на горке почти на месте. Крутанулся чуть не на 180 градусов. Честно говоря, даже не успел его поймать. Ну, при рулении по курсу надо быть внимательным. Ещё и крен модель даёт. В перевёрнутом полёте нормально чувствует себя. Ровно. Вот пилотажка, она есть пилотажка. Каскад петель. Вот на последней потеряли скорость. Начал сваливаться. Мне нравится, как он крутит бочки. На вертикалях, при почти нулевой скорости. Вообще замечательно. Вот даже против вращения винта, всё равно эффективности элеронов хватает. Всё-таки их четыре штуки. Тем более, сейчас винт большой. Обдув элеронов хороший. Ну-ка, а если забраться повыше и сделать штопор. Посмотрим, как он себя поведёт в этой фигуре. Вот, все рули в одну сторону и пошли. Стоит управление отпустить. Самолёт выравнивается и можно спокойно его вернуть в нормальный горизонтальный полёт. Ещё раз. Водение. Выравниваем. И разворот обратно против ветра. Отлично себя самолёт показал. В более спокойную погоду можно будет попытаться выполнить элементы 3D-пилотажа. Висение на винте. Перевёрнутый полёт уже подольше подержать. Ну и сегодня ветер. За сегодня его сдувает. Пять минут мы отлетали. Конечно, мотор на 1000 оборотов более экономичный, чем 1400. Но, тем не менее, будем тихонечко заходить на посадку. Ещё один кружок. Слишком высоко. Попробую. Пусть поперёк дороги, но всё-таки попасть на полосу. Ну вот теперь можно признать, что ПИЦ полетел. И полетел отлично. С менее оборотистым мотором, но более крупным винтом тяга подросла. Скорости ему вполне хватает. Даже против ветра борется. И вот в таком режиме, в такой конфигурации этот самолёт уже можно признать завершённым окончательно. Так что рекомендации по электронике для этой модели будут исправлены. Мотор здесь оборотистый не нужен. Ставим мотор на 1000, даже на 920 оборотов на вольт. Винт побольше. 10-11 дюймов. Ну и шаг. Шаг 6 дюймов. Если ставить меньше, то может не хватить скорости для полёта против ветра. Так что винты с шагом не менее 6 дюймов нужны будут. И вот при такой конфигурации модель показывает всё, на что она способна. Летит замечательно, управляется. Вы сами видели, как он крутит петли бочки. Вообще классический пилотаж. В более спокойную погоду мы, конечно, ещё раз его вынесем на поле и попытаемся выполнить некоторые элементы 3D-пилотажа. Но на сегодня при такой погоде самолёт полетел просто замечательно. конечно, аппарат не самый простой в плане сборки. Всё-таки биплан собрать гораздо сложнее, чем классический моноплан. Но как учебно-тренировочная модель, учебно-тренировочная пилотажка этот самолёт подходит очень даже хорошо. Как опытным пилотам, так и тем, кто только учится пилотажу. Но не забывайте, что пилотажный самолёт он очень резкий по управлению. Обязательно на первых взлётах расходы поменьше, экспоненту повыше и ручками не размахивать. Этот самолёт, особенно по каналу Крена к управлению очень чувствительный. Но в остальном впечатление о сегодняшнем полёте только положительные. Отлично себя самолёт ведёт в воздухе. И думаю, мы ещё не раз его вам покажем и постараемся выжать из него всё, на что он способен. Так что, если вам понравился наш сегодняшний полёт, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и ждите очередных полетушек. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. по-взрослому.